всем здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала жизнь фермера в сибири я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале я даже себя не слышу из-за этой шапки вообще что я говорю дорогие друзья иду к бабуле в гости как в гости надо корыто это и оттащить которое я брал для транспортировки кур вот и забрать гусей потому что вы мне говорите когда ты уже заберешь когда ты их заберешь вот решил сходить забрать в общем курочки то меня радуют вот я хотел сказать начали нестись вот у меня сейчас 6 кур по три яйца снимаем вот надо высадить которые не несутся топор им показать а нет я думаю на самом деле они скоро занесутся ничего страшного петухи активно топчут их кстати там одного гоняют который темный белый видимо посильнее он его гоняет вот сейчас приду до бабули выберу себе там гусака и гуску они светлые такие белые с серыми пятнами в общем одним словом черно-пестрые так сказать а может галстенизированный я не знаю что там у бабы но в общем дорогие друзья мы с вами сейчас посмотрим свои открывай то сейчас пока не надо покатушки опять будут говорю покатаются сейчас гуси ну что дорогие друзья мы уже прям домой он как обычно уже зараза одна выскочила было думаю что-то корыто как-то легко тянется голову поворачиваю на дороге лежит и там башка торчит в общем вернулся подобрал бабуля как в воду смотрела и говорит ты смотри а то выскочит будешь говорит домой у тебя домой придешь корыто будет пустое точно растерял бы сейчас всех гусей по дороге знаете дорогие друзья мне это сейчас напоминает мое детство когда мне было не знаю на лет шесть-семь вот мы жили в старом доме который рядом с вами сейчас стоит пустой вот и обычно зимой дед приносил нам гусей на развод я помню первый раз нам приносил они хорошо велись все потом у нас лисы их пораздирали в общем гусей не осталось второй раз он нам приносил у нас хорек залез сарай в общем погрыз всех гусей и уток кур тогда тоже вся птица у нас пропала вот ну и потом в третий раз он нам приносил гусей они у нас до сих пор идут правда они уже перекрещенные все в общем вот такие дела а тогда помню он принесет этих в этих мешках гусей а мне интересно я сразу в мешке они как начнут шипеть кусаются еще крыльями бьют я потом все руки синие я всегда любил выпускать их из мешков такое время было прикольно и вот сейчас сразу же вспомнилось почему-то такой думаю блин так прикольно вот почти к дому подхожу сейчас уже выпускать буду покажу вам их ну что дорогие друзья вот мы и дома товарищи вон приехали вот он пол дороги ехал так смотрел на дорогу вон видите уже даже текать пытается это гусачок сейчас моего первого ну я уже думаю вы поняли по голове какой он цветом оператор поближе голову с ними он как этот как дикий гусь пескулька на бух а белое пятно ой 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 крик каст и какой слушать что голос как будто у гуски это случайно не гуско то придется тебе ехать обратно главу ли на подожди ты куда-то шею свою засунул ой господи потрачивать такие шеи вот это гуско кстати она похожа на ту которая была у меня и глаза тоже голубые и окрас такой же такая же шипунь я посмотрите какая красота она что-то попутала не туда полетела но они сейчас немножко буду так кусать друг друга пощипывать но не так сильно как весной если бы я весной принес они бы прям бы сильно высокие били потому что время брачного периода и так сказать они бы выясняли бы кто там сильнее вот так сейчас у них есть время еще принципе подружиться вот я думаю что они найдут общий язык у меня еще гусей много там наверно порядка 8-9 штук надо будет убирать 6 молодых и одну старую я буду убирать ей 3 года она в общем плохо сидела в прошлом году она здесь на куча с навозом нанесла яиц вороны расклевывали а нанесла в общем ничего не получилось я ее решил убрать и она очень мелкая сейчас я вам ее покажу ну в принципе ходят вон гуляют вроде нормально ну в общем то они особо так то и не кусаются а вот эта беленькая гусочка которая бегает такое ощущение как будто это та которая была у меня но нет у нее у той была голова более такая темнее ну гусачок не сильно крупный вот рядом с ним видите идет мой молодой я его оставлять не буду потому что он на один глаз слепой я его буду убирать у меня получается остался один вот гусак старый вот он идет вот он вот он вот он вот он ну и будет вот этот вот рябеньки все равно кровь хоть немного но обновится на следующий год уже буду менять вообще всех высотов так что вот такие красавцы я не знаю сколько у меня получится на развод останется точнее гусей ну думаю где-то штук 7 наверное 6 точно будет так получается 1 2 3 так 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 4 5 6 7 до 7 гусей будет на развод ну в принципе нормально 5 гусак 2 гусака ооо почёпали пусть идут знакомы красавчики вот она ходит ходит ну гусачок не крупный прям ну ладно что есть это лучше все равно чем ничего ооо моя старушечка идет последняя красавица а тех молодых я не знаю может завтра послезавтра я их поубираю без толку чего они здесь сидят так что вот такие дела ну а это мои утки их не так много так сколько раз 2 3 4 5 6 7 8 штук в общем тут 3 селезня и 5 уток но они все останутся я даже никого из них убирать не буду потому что они старые в принципе все кушать мясо это оно жесткое варить его долго нафиг в общем все они останутся и селезни в том же числе вот хохлатенькая одна есть это у соседа была была утка голубой фаворит я с ним менялся потом она у нас пропала вот и от нее осталось такое потомство хохлатая были еще селезни хохлатые но почему-то сейчас их нет редко стали появляться я тогда бабуле уток давал на развод вот у нее почему-то ни одной хохлатой утки не было видимо в гена где-то есть и у нее постоянно утята были с огромными хохолками вот а у меня не было вот она моя любимица иди сюда обычно ходишь она сразу такая садится и ждет пока ее на руки возьмут вот она красотка такая спокойная классная как крякла еще он сидит на сене так вообще крякла вот такая красота давай полетишь давай давай полная готовность приземлилась мягкая посадка все хорошо никого я кстати в сарай не загоняюсь на улице теплая погода они у меня всегда на улице гуляют гуси в снегу купаются утки тоже загоняю только на вечер но если конечно метель там буран я их загоняю потому что если буран поднимается здесь с озера такое дует что вообще невозможно и гуси на ветер взлетают сильно если собаку увидят а их потом вообще нигде не найти поэтому в теплую погоду в безветренную я их всегда выпускаю ну а что дорогие друзья вот у нас еще питомцы в дворе появились потихонечку так сказать двор оживает пополняется скоро ждем девчонок девчонки скоро нам принесут маленьких теляток а это значит что двор еще оживет в общем ждем совсем немножко осталось недельку вымечки уже наливают прикольно так нам наблюдать за ними вот ну что дорогие друзья если ролик вам понравился не забывайте ставить лайк подписываться на канал кто не подписался а я желаю добра и здоровья всем пока и до новых встреч